Это дизратор для Лисаша, это ниша, который будет исполнять либо на гирокоптере, либо на ком-либо другом. Наверняка Экзотик Дир забирает себе Нейчерс Профита, и вот Патос ждет себе последнего персонажа. Хотя Патос тоже на Нейчерс Профите играет, и в принципе в сложной линии может довольно-таки спокойно простоять, но был один из матчей, когда Экзотик Дир взял себе Фреона на легкую линию, и этот матч закончился чуть ли не за 20 минут в пользу команды Кингвин. На квалификациях к эпицентру. Что ж, пока что мы с вами ожидаем продолжение, ожидаем последнего бана от команды Кингвин. Ну и стоит отметить, наверное, слабые и сильные стороны пиков. Ну, что можно сказать по поводу пика команды Кингвин? Здесь баланс по магическому и физическому урону соблюден, очень даже неплохо. У команды Крипс4Лайф не хватает, на мой взгляд, физики от Тинни. Это не самый домашний, я бы сказал, с руки герой. Слишком много магии. БКБшку собирается и герокоптер, и герокоптера пробивать будет проблематично. Да, имеется Финсгрип, да, там есть та же самая Энигма, которая все-таки из Блэкхолла тоже дэмэдж несет, но не помешало бы сейчас взять какой-нибудь тролль вардлорда или что-то подобное, действительно, чем можно будет разбираться с Фурионом и герокоптером. Да и у Тинни, может быть, тоже не самая лучшая ситуация сложится, так что, в принципе, посмотрим, узнаем, к чему это подойдет. Ну и последний бан для команды Кингвин. Ну, в принципе, я уже предложил героя, которого можно забанить, можно забанить все тролль вардлорда. Есть вариант также такой же, как какой-нибудь, честно говоря, даже сейчас не придумаю. Может быть, даже какая-нибудь Медуза, потому что здесь спокойно могут затягивать эту игру к Типс Фоллайфу. Все-таки против Энигмы сложновато зачастую заходить на хегграунд. Ну и посмотрим, что же все-таки эти ребята выберут. Последний бан для команды Кингвин. Это Фантом Ассасин. Действительно, кучу времени они на него потратили. Да, Фантомка однозначно неприятный персонаж против Герокоптера, против Нейчерс Профита. Ну и от нее избавились ребята из Кингвин. Сами, в принципе, могут сейчас подумать и пикнуть что-нибудь подобное на легкую. Появляется Дэс Профит. ДП, которая отправится либо на мидл-линию, либо... Да, скорее всего, на мидл-линию. Либо же можно ее отправить в сложную и чем-то подобным заниматься. Да. Осталось 10 секунд. Ну и Нейчерс Профит, соответственно, в сложную линию для патоса. Тоже вариант неплохой. Ой-ой-ой-ой-ой. Гоин Кин забирают Каос Найта. Каос Найт для Оливера. И... Ну, пока что мы не видим разнообразия в их пиках. Если у команды Кингвин Экзотик Дир впервые за сегодняшний день играет на Герокоптере, то вот Крипс 4 Life слишком уж малый пул героев, пулкор героев имеют. Хотя, с другой стороны, ЦК входит, почему бы его и не взять. Посмотрим, что из этого может выйти. Ну и ждем. Ждем, безусловно, уже пока мы перенесемся в игру. Безусловно, мы уже прекрасно знакомы со всеми игроками, так что представлять их по одному я, наверное, смысла не вижу. Да. Ну что ж, я бы не сказал, что здесь какой-то тотальный аутпик, что, с одной стороны, что, с другой стороны, в принципе, пики весьма-весьма серьезные. Того же самого Каос Найтов все-таки придется, если вдруг что, очень сильно останавливать. Если, вот мой вердикт просто, если ЦК отпустят, если он спокойно будет стоять, если он спокойно хоть каким-то образом в данной ситуации выживет, то, ну, офармить себе нужны артефакты, опять же, на линии, то команда Going Queen должна выиграть. Если же нет, если же все-таки Фурион будет зачастую прилетать на этого ЦК, пытаться его убивать, если у Герокоптера все будет хорошо, то он выиграет команду Кингвин. В общем, я считаю, что все решит стадия лейнинга. И если у команды Going Queen со стадией лейнинга все будет хорошо, то они должны одерживать здесь победу. Стоит надеяться на Кингвин, стоит надеяться на Нейчест Профита, того же самого Рубика, который должен довольно-таки агрессивно здесь отыгрывать и пытаться ЦК спокойно фармить не давать. Пока мы видим небольшую перестановочку по линиям, видимо, все-таки это будет ЦК, который постоит на милл-линии. Да, ему тоже запулили два танга. Внизу будет стоять Тинни от команды под названием Гуэн Кин. Ну и Кингвин забирает себе нижнюю линию под триплу. И, видимо, ниша будет стоять в той самой трипле. Хотя это не точно. Могут пока что еще абсолютно все поменять. Так, Звучки Дир будет фармить на легкой, это уже понятно. Без Смоука. Но паровозиком заходят игроки команды Кингвин. Ближе к вражескому срайну. Подцепить никого не получается. Ляж качать Глимс не будет. Да. Ну так, расходят с пароном. Здесь Йензи встречает Кацара. Но, в принципе, как мы видим, пока что это особо-таки ничем не приводит. Ну и что ж. Патас. Все же стоит внизу. И все-таки он будет стоять против Тиня. В принципе, вариант для него довольно-таки неплохой. Правда, здесь будет мешать Элдер Титан. Элдер Титан будет получать дополнительное... Золото. Ну, это заполнительный урон, конечно, с грипов Патаса. Ну, соответственно, может быть и золото, если самого Патаса будет возможность убивать. На мидл-линии, покажется, слишком много героев. Кацар помогает с одной стороны, с другой стороны помогает Митч. Стоит, собственно, ниша против Оливера. Тут у ДП, конечно, все должно быть чуточку получше наличь, на мой взгляд. Чуть более подходящий для мидл-линии персонаж. Но, с другой стороны, Оливер все же имеет топорик. И у Оливера очень серьезная тычка. И того же самого нишу вместе с Бэйном пробить вообще составляет возможность очень-очень легко. За счет этих категорий. Ну и, собственно, Эляж. Пока что отошел, попытался найти вражеский вард. Поставил вард в эту точку. К сожалению, не нашел ничего абсолютно. Ну, довольно-таки далеко. Довольно все же далеко в данной ситуации этот вард стоит. Это непонятно, почему он стоит именно здесь. То есть, почему Дувард был... Вот так вот. Потому что здесь вард заблочил явно все. Много логичнее было бы поставить куда-то сюда, потому что... Ой, извиняюсь. Потому что было бы намного легче понять, что происходит здесь. В этой ситуации. То есть, здесь могли бы тоже стоять хоть какие-то варды, а там прям Сентрип такой ужасный-ужасный стоял. Вот он тот самый Сентрип, который практически все варды сейчас показывает. Так что... Выигрывает Лисаш в этом противостоянии вардов. Конечно, по голде он немного проиграл. Но, скажем так, обменял 100 голды на 100 экспы в данной ситуации. В принципе, тоже неплохо. Так, тут, правда, Кацера в этот момент подцепили на мидллейне. Стянулся Дензи, Дензи. Использовал свой хастом. Получилось Рубена забрать. Что ж, неплохо. Очередной хастом пошел по нише. Нишу надо будет попытаться сейчас пробить очередной раз. Но нет, слишком далеко он уже находится. Бить не стали. Ну, в принципе, Оливер. Пытаться дальше продолжать здесь спокойно стоять. Оливера пробить очень сложно. В общем, проблема. То есть, ниша под инфиблом...